Ну что ж, дамы и господа, я всех приветствую. Сегодня будем распаковывать и смотреть на новый кабель. Это самый мощный кабель, который есть сейчас от компании Ugreen. DisplayPort, конечно же. Расскажу сейчас предысторию, почему он мне понадобился. И, конечно же, проведем все необходимые тесты и сделаем выводы. То есть, это распаковка плюс подробный полноценный обзор. Итак, начну с того, сколько стоит этот кабель. На Banggood сейчас он стоит 29 долларов. Сразу скажу, что я заказал именно трехметровую версию, потому что у меня кабель мне нужен на 2,5 метра. А они есть только 1 метр, который стоит 23 доллара, 2 метра, который стоит 25 долларов и 3 метра, который стоит 29 долларов. По поводу кабеля, на данный момент это самый новый протокол DisplayPort 1.4. Он поддерживает 8К при 165 Гц. И, понятное дело, что у меня нет таких параметров. У меня всего лишь 4К при 60 Гц. Но мне нужен именно DisplayPort, потому что мой HDMI кабель, который я покупал до этого. Вот этот кабель, на который у меня был обзор, который немногим понравился, потому что я там повырезал моменты с тестом. Потому что правообладатели заявляли на них права. Но, в любом случае, это шикарный кабель HDMI 2.0. Тоже новейшая технология. Он тянет 4К 60 фпс. Это отличный кабель. Именно сейчас у меня им соединен компьютер с телевизором. А для того, чтобы подключить монитор, я решил уже заказать DisplayPort кабель. Кстати, купил я его за 10 долларов. Всего лишь этот HDMI кабель. Он был 5 метровый. Ну, как был и остается. 5 метровый. Поддерживает, как я уже говорил, HDMI 2.0. Вообще без проблем, без всяких просадок. Уже 2 года он у меня в использовании. Так что, если вдруг вам попадется именно вот этот бренд и вот этот кабель, смело берите. Он показал себя просто отлично. Как всегда, все ссылки, все необходимое ищите в описании. Я там, в общем-то, оставлю ссылки на кэшбэки, чтобы вы могли сэкономить на этот кабель. Ну и попутно еще на разные интересные модели кабелей, которые найду на сайте Banggood. Кабель поставляется в очень простой коробке, которая подлежит утилизации. То есть, можно спокойно выкидывать и не бояться за окружающую среду. За это спасибо огромное Ugreen, что они стали делать вот такие простые упаковки. Вот эти все красочные белые упаковки, они очень сильно загрязняют окружающую среду. Потому что цветные принты, это краска и многое другое. Вот этот весь пластик, полиэтилен, которым оно все покрыто. Все это очень сильно загрязняет окружающую среду. Все-таки нужно об этом думать в 2020 году, ну уже в 2021. Это DisplayPort на DisplayPort. Я долго думал брать переходники и покупать. Может быть, все-таки купить HDMI кабель, потому что он дешевле и с переходником. И в итоге я понимал, что я выхожу по-любому на те же деньги. Ну и к тому же переходники это не совсем солидно. DisplayPort 1.4, как я уже говорил. Ну что ж, распаковываем. Кстати, здорово, что добралось все в порядке, без какой-либо деформации существенной коробки. Сам кабель, конечно же, запечатанный, потому что он новый, никто им не пользовался. Кстати, вот такие вот пакеты тоже компания Xiaomi использует. Они достаточно меньше приносят вреда окружающей среде, чем классические глянцевые пакеты, которыми раньше упаковывалась вся продукция. Поэтому, покупая именно такой бренд, да, это не реклама, вы все знаете, я просто делюсь тем, что сам заказываю, сам покупаю. Покупая бренд, который использует такие материалы, мы, получается, вкладываем в нашу экологию, в то, что ее берегут производители. И это будет полезно не только нам, но и нашим детям, внукам и следующим поколениям. Кнопка для отключения фиксатора. Видим, да, они прячутся. Все отрабатывает просто отменно. Ну, это понятно, это Ugreen. Почему Ugreen? Много разных было вариантов, разных брендов. В общем-то, просто у Ugreen была очень классная цена. И те кабели, которые я использовал от этого бренда, они всегда были безотказные, без каких-либо сюрпризов и очень качественные. Ну что ж, здесь также дается нам такая липучка, потому что кабель достаточно толстый. И по-любому будут те излишки, которые будут, они будут занимать много места. Ну и чтобы это все было компактно, есть липучка. Кабель, сразу говорю, это самый мощный кабель сейчас на данный момент в мире, который существует. Поэтому, естественно, он толстый. Вы не получите 8К разрешения при дичайшей частоте. И при этом, чтобы кабель был там с волосок. Здесь реально кабель вот практически с палец, мизинец. Подлежит каким-то изгибам. То есть, вот под 90 градусов я его спокойно сгибаю. Но при этом угол достаточно плавный должен быть. То есть, никаких таких сильных изломов делать нельзя. Потому что он многожильный. И вы просто его напросто испортите. Здесь у нас, естественно, никаких защит от перегибов, от всего этого нет. Потому что такие кабели нельзя использовать в таком режиме, чтобы у вас был сильный изгиб, как я уже говорил. Поэтому здесь даже над этим не беспокоились. Ну что ж, теперь самое время его подключить и протестить, насколько он мощный. Но, опять-таки, всю его мощность я показать вам не смогу. Потому что у меня задачи такие, что у меня всего лишь 4К 60 фпс. Я подключать его буду к монитору, который у меня поддерживает дисплейпорт, естественно, нового образца. Итак, я коротко опишу ситуацию. Вот мой системный блок. К нему я должен подключить вот этот совершенно замечательный монитор. Но я его не могу подключить, потому что вот это расстояние, оно очень-очень большое. Оно 2,5 метра. Поэтому некоторое время я использую со своим компьютером вот этот замечательный телевизор. Да, удобно, да, большой. Но это все-таки телевизор, поэтому тут не те цвета. Тут такая повышенная яркость. Очень больно потом глазам в конце дня. Ну и, конечно же, это все-таки телевизор. Не хотелось бы его использовать как монитор. Монитор я подключал HDMI, тем кабелем, который сейчас подключен к телевизору. Но этот кабель постоянно приходится вытыкать. Вытыкнул, воткнул в телевизор. Опять вытащил, воткнул в монитор. Это неудобно. Именно поэтому было решено купить вот такой вот замечательный дисплейпорт кабель. Как я уже говорил, почему именно дисплейпорт? Потому что это самый передовой на данный момент формат. Да и потому, что у меня на видеокарте, на компьютере есть небольшой нюанс. А нюанс этот заключается в том, что на видеокарте у меня, к сожалению, только один HDMI. И остальные у меня три порта, три выхода. Это дисплейпорт. Вроде как круто, современно, но на данный момент мне это составило некоторую как бы проблему. Поэтому было решено уже сразу купить дисплейпорт, чтобы не играться. К тому же на телевизоре HDMI нет, поэтому один HDMI всегда будет занят под телевизор. Вот такой вот толстенный кабель у нас подключается к монитору. Заводим его за телевизор. Вот такой кусочек у меня остается, в общем-то, про запас. То есть получаем, что я действительно правильно сделал и не прогадал, что заказал именно трехметровый. Потому что двухметровый у меня закончился бы где-то вот здесь. Здесь излишки мы спрячем за телевизор, а этот кусочек подключаем к видеокарте. Ну что ж, вот как вся эта история выглядит сзади монитора. Посмотрите, насколько сильно он отличается от кабеля по толщине, который там внизу. Он идет к макбуку у меня подключен. Собственно, вот сам кабель идет, 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 идет. И уходит вот туда за телевизор. Вот он приходит толстенный, толстенный, толстенный и уходит в видеокарту. И вот, кстати, тот кабель, о котором я говорил чуть раньше, HDMI, тоже он очень толстый, HDMI 2.0. Он у меня уже, как я говорил, два года работает вообще без каких-либо проблем. Сразу Windows определила, что подключено устройство. Пока ничего не видим, потому что сигнал сейчас подается на другой вход. DisplayPort. Вот теперь картинка есть. Но нужно настроить этот второй монитор, потому что разрешение здесь детское. Ну что ж, я подключил. После перезагрузки компьютер смог спокойно определить оба экрана и никаких проблем не возникло. А до перезагрузки никак не мог он этот экран корректно отобразить и корректно, чтобы он работал. Вот я нажимаю определить, он сразу определяет, что это первый, а это у нас второй. Вот так вот спокойно перетекает курсор из одного в другой. В любом случае, все работает прекрасно. HDR также поддерживается. Вот если включить, использовать HDR. Вот, пожалуйста, HDR также поддерживается. Если закрыть, видно, что картинка совершенно другая. Ну и, конечно же, убираем HDR, потому что здесь он сейчас нам не нужен совершенно. Он нам вносит искажения в цвета. Так, ну, разрешение мы здесь видим. Это 4К. Также герцовку мы можем посмотреть в дополнительных параметрах дисплея. И те же 60 Гц у нас здесь. Единственное, что он предлагает изменить масштаб, потому что он думает, что это слишком крупно для нас. Но так как монитор 27 дюймов, то я чуть увеличил масштаб, чтобы все не было слишком мелким при таком большом разрешении. В итоге кабель работает, прекрасно тянет этот LG монитор и работает с моей видеокартой. Кому интересно, у меня видеокарта Radeon RX 5700XT. Компьютер не стал как-то греться, как-то излишне шуметь. То есть компьютер в обычном режиме спокойно тянет у меня оба монитора. Оба монитора 4К. При этом 10 бит выдает на этот монитор именно LG. Он у меня 10 битный. Хоть там и говорят, что он 8 битный и так далее. Но в любом случае. Видеокарта справляется без проблем. Все работает прекрасно. Все настроилось отлично. Кабель можно считать проверенным, отличным. Ну, в плане первичного подключения. Теперь попробуем запустить какой-то 4К контент. Ну что ж, все прекрасно отображается. 4К у нас здесь работает отлично. Не смотрите на легкие зависания. Это TS. Сами знаете, TS при перемотке всегда зависают. Это запись с трансляции программы по телевидению. Значит, открываем здесь. Здесь та же самая история. Все красиво. Притом файл достаточно большой, увесистый. И можете заметить, насколько качественно все отображается. Сейчас попробуем запустить и здесь, и на другом дисплее также. Для того, чтобы протестить видеокарту. Насколько она потянет передачу двух 4К картинок 60 Гц. Ну что ж, вот видно прекрасно, как все работает. Работает 4К у нас на телевизоре, 4К на мониторе. И без проблем и видеокарта тянет, и, собственно, кабели тянут. Никаких прерываний. Все плавно, все четко. Для меня лично это показатель того, что, собственно, кабели отличные. Ну и если посмотреть поближе, вот видно детализацию. Конечно, камера все-таки Full HD, поэтому всего она не передаст. Но, в целом, видно, что детализация очень хорошая. И на телевизоре, и на мониторе, ну просто шикарно. Никаких вообще нет пикселей. Ну вот, видите, насколько близко я... Ох, отодвинулся подальше. И вот, насколько близко я приближаю. И все равно детализация просто отменная. 4К, просто красота. Вот я приближаю. Здесь, понятно, еще мишки в расфокусе. Так, снято. Но, в любом случае, четко. Короче, кабель классный, кабель работает. Если кому-то нужен, смело могу рекомендовать. В общем, тут можно долго радоваться качеству картинки. Но, фух, я просто в восторге. Класс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok